МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майн кампф за мантию. Судья Калядных Зварыч поделился секретом, как вернуться в систему. Непрезентабельно, подсудно, чиновникам рассказали, что и у кого можно брать. 6,5 тысяч человек по официальным данным сегодня вышли на центральные улицы столицы. Несмотря на то, что акции эти были запланированы и согласованы заранее, транспортного коллапса избежать не удалось. Кто сегодня протестовал в правительственном квартале и с какими требованиями? Репортаж Олега Решетника. На Майдане и под стенами Рады. У Нацбанка и возле администрации президента. У генпрокуратуры и даже в Мариинском парке. Около 6 тысяч человек, по данным полиции, участвовали в акциях. Стражей порядка было почти столько же. 5 тысяч из нацполиции и нацгвардии. Чтобы избежать провокаций, силовики установили металлоискатели. Благодаря им полиции и нашла оружие, которое пытались пронести в толпу. Металлоискатели выявили травматическую оружие. Она зареєстрована, она належит всем людям. Мы их туда не пропустили, но никого не затримали, оружие не вылучали. Требования у протестующих разные. Например, к Нацбанку люди пришли с новыми платежками в руках. Выступали против повышения тарифов. Тарифы, данные, с нашей зарплаты, которая в Украине, это среднестатистичная. То есть она, ну, мы не можем потянуть. То есть мы за это боремся. Мы вышли, мы будем стоять до останнего. А у Верховной Рады митингуют против разработанного в МВД закон о расширении прав полицейских. Мы против того, чтобы Аваков протягивал законопроект по презумпции правоты полицейского. Мы считаем, что на сегодняшний день сотрудники полиции достаточно наделены полномочиями. А вот обманутые вкладчики обанкротившихся банков протестовали везде, где только могли. И у стен НБУ, и возле генпрокуратуры, и у парламента. Наше семейство вложило деньги в Дельтабанк. И из-за того, что власти бездействуют, мы остались без денег, без квартиры, без ничего. Позже всех на свой митинг пришли активисты партии «Справедливость» во главе с Валентином Наливайченко и участники проекта «Армия достоинства» с требованием расследовать дела, связанные с офшорами украинских компаний. Активисты колонной шли к администрации президента, но проход им заблокировали силовики. Со второй попытки митингующих все-таки пропустили. Как рассказал Наливайченко, в администрацию президента он передал 300 томов заявлений тех, кто пострадал от офшорных компаний. Провести публичные суды, провести в том числе открытый народный трибунал, не просто их притягнуть до ответственности, а миллионы и миллиарды, которые выкрадены из украинской экономики, повернуть в страну, повернуть в бюджет на зарплаты и пенсии. Полиция уже отчиталась о проделанной работе. Пострадавших и задержанных нет. Усиленный режим охраны полиции продлится минимум до конца недели. Олег Решетняк, Алексей Шматов и Даниль Косаковский. Подробности телеканал Интер. И уже на этот четверг масштабную акцию протеста запланировали профсоюзы. По словам их представителя Верховной Рады Сергея Каплина, люди обеспокоены тем, что обещанного повышения минималки они просто не дождутся. Кроме этого, активисты намерены требовать снижения тарифов на коммуналку, отмены налога на пенсии для работающих пенсионеров и выплаты долгов по зарплатам. Профспелки надзвичайно обурены тем фактом, что влада, боячись протестов, перенесла розгляд социальных вопросов. В частности, главной темой, которая нас сегодня турбует, это увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен на следующие недели. Мы требуем пояснений от премьер-министра Украины и дали ему добу, чтобы он встретился с руководством профспелок. И готовим подстроение акций протеста, мобилизацию всей страны и проведение уже не однодневной акции, а проведение акций протягом всего тижня. Снизить коммунальные тарифы, увеличить минимальную зарплату до 4500 гривен, а пенсию до 2500 гривен требует и оппозиционный блок. И готовит во всех регионах мирные акции протеста, митинги, пикеты и внеплановые сессии облсоветов. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил нардеп Александр Вилкул. Тысячи людей на улице говорят этой власти, что дальше так продолжаться не может. Оппозиционный блок не хочет бунта ради бунта, не хочет очередного переворота ради переворота, и не хочет замены одной партии войны в парламенте на другую партию войны. Война нужна только тем, кто боится оторваться от кормушки, за три года став мультимиллионерами. Мы настаиваем на принятии властью наших законов, за которые мы боремся последние два с половиной года, и которые блокируются коалицией Верховной Рады. Первое – это отменить грабительские коммунальные тарифы. Обманутым вкладчиком, ответила сегодня глава НБУ, Валерия Гонтарева заявила о том, что Нацбанк и фонд гарантирования вкладов делают все возможное, чтобы люди получили деньги. Но в то же время отметила, что выполнить требования митингующих в полном объеме просто невозможно. Дескать, для этого придется включить печатный станок. И, кстати, об импортных товарах и их потреблении в стране, где митингуют тысячи людей. За этот год в Украине съели 15 тонн заморских амаров и лобстеров. Как сообщают в профильной ассоциации, лобстеров начали завозить только в 2016 году. В общем, эти морские деликатесы обошлись почти в 400 тысяч долларов. Это только за доставку. Кроме этого, вдвое больше завезли креветок, почти тысячу тонн, и 44 тонны кальмаров. Всего на 15 миллионов долларов. Судя по декларациям, любителей лобстеров больше всего в парламенте. Но сегодня нардепам пришлось решать проблемы тех, для кого не то что омары. Хлеб уже роскошь. Закон о возвращении средств обманутым вкладчикам парламент сегодня принял. Правда, ускорение депутатам придали крики митингующих у Верховной Рады. Но дружно нажимая на кнопки «За», народные избранники продолжали спорить, зачем же к ним народ пожаловал. Все подробности у Екатерины Лысенко. Уличные волнения разволновали и нардепов. И хотя к взаимным обвинениям тут уже привыкли, сегодня у парламентариев очередной обмен любезностями. Я знаю про эту операцию «Шатун», про которую нам говорили. И про то, что есть очень много людей, которые хотят ей подиграть, чтобы такие мины были тут, в Киеве, сегодня. А вот в оппозиции считают, что авторы того самого плана «Шатун» в депутатских рядах. «Народный фронт – это фракция войны, которая провокировала весь этот безлад. Это фракция, которая весь час накручивала общество. Фракция весь час створила новое радикальное группирование, которые терроризуют общество, терроризуют общество. Поэтому мы считаем, что наибольшая фракция, которая сегодня створит безлад в Киеве, это фракция «Народный фронт». У нас есть доказательства того, что эта фракция – главный дестабилизатор общественного спокойствия в Киеве». В блоке Порошенко тем временем думают, как оперативно разрешить проблему обманутых вкладчиков. И тоже с порцией обвинений в адрес коллег вносят в зал законопроект, который поможет вернуть деньги. «Давайте повернем людям деньги и досить пиариться на простом народе, на бедах наших граждан». «Парламент, который не имеет большинства, перестал быть действительным. Но порядок денный парламент начал формировать народ, который выходит на улицу. Мы поддерживали, мы включали этот законопроект в порядок денный». Законопроект, как неотложный, предложил парламенту президент. Неотложно за него и взялись. Утром внесли в повестку дня, в обед рассмотрели в профильном комитете, а на вечернем заседании приняли. Хотя проблему всех вкладчиков он не решает. «В этом законе, кроме того, что будут вернуть деньги о шуканном вкладнике, ключевое в том, что это я запобежником на будущее. Когда банки просто не смогут использовать эту схему». «Это только, на превеликий жаль, симптоматичное ликование. Рефинансирование банков и банкротство банков стало легитимным, как это парадоксально звучит, «злочинным шляхом викачевания денег из государственного бюджета и денег людей». «Легитимным, злочинным способом». «Это выключение из норм, но мы понимаем, что дальше продолжать таким образом неможливо. Единственное, что налаштовывает на позитив. Которые этого банка находятся все, как бы там, зарештованы. И таким образом мы имеем возможность вернуть деньги этим вкладчикам». «Такого не сталося бы, если бы не была на сегодня оголошена акция теми людьми, которые потеряли свои деньги, квартиры, майно в банках. Сегодня эта так называемая в лапках операция «Шатун» развалилась просто и растаяла на очах, потому что приехали обычные люди и их назвали «рукою Кремля». Сумно и соромно». В дополнение к документу, который поможет обманутым вкладчикам, Рада ужесточила выдачу кредитов, приняв закон о потребительском кредитовании. В недельном графике нардепов еще несколько банковских документов наряду с изменениями налоговый кодекс, которые должны стать основой для принятия бюджета. «Позиция нашей фракции. Бюджет является наиболее важным документом сегодня. Мы категорично против того, чтобы удавалась полицейская держава, чтобы увеличивались вытраты на силовый блок, чтобы не было увеличения социальных выплат. Главное – это пенсии, поэтому мы будем стоять на своей позиции». Впрочем, как показал сегодняшний день, найти в Раде голоса можно только, если очень нужно. К слову, нардепы трижды провалили внесение в повестку дня постановления, которое расширяет санкции против Беклова Януковича и его соратников. А беглый президент просит суд наказать Юрия Луценко. Янукович подал иск с требованием обязать управление полиции составить админпротокол на генпрокурора за мелкое хулиганство. Мол, Юрий Луценко 18 августа во время своей пресс-конференции нецензурно выражался в его адрес. Янукович назвал это, цитирую, «оскорбительные приставания». Юрий Луценко сегодня никак не комментировал требования Януковича, но известно, что ранее претензии бывшего легитимного вызывали у него смех. Подозреваемого в убийствах на Майдане апелляционный суд освободил из-под стражи и отпустил под домашний арест. Это один из харьковских беркутовцев, говорят в ГПУ, но фамилию не разглашают. По данным следствия, 18 февраля 2014 года на Институтской он стрелял по активистам из помпового ружья. По данным адвоката «Небесной сотни» Романа Маселка, речь идет о беркутовце Белове, которого подозревают в убийстве двух митингующих. В Генпрокуратуре также сообщили, что завершили досудебное следствие в отношении их с руководителя управления общественной безопасности главка МВД Олега Мариненко. По данным следствия, именно он приказал разогнать активистов на Майдане 30 ноября и 1 декабря возле администрации президента. Президента Петра Порошенко вызывает Генпрокуратура на 29 ноября как свидетеля по делу о преступлениях против активистов Майдана. По словам Сергея Горбатюка, это руководитель департамента спецрасследований ГПУ, есть принципиальная договоренность с президентом о том, что он придет и даст показания. Ранее допрос этот откладывали, но это уже третья повестка. По словам Горбатюка, опять же. В задержание в центре Черкасс на взятке попался майор патрульной полиции. Старший инспектор сектора безопасности дорожного движения требовал у предпринимателя 3000 гривен. В обмен обещал согласовать вопрос автостоянок. Сотрудники СБУ взяли его при получении денег. В областном управлении патрульной полиции заявили, что задержанный сотрудник 12 лет проработал в ГАИ, а в патрульную полицию попал после успешной переаттестации. Но вот от дополнительного заработка, видимо, отказаться просто не смог. Что не день, так очередного коррупционера или взяточника берут на горячем. Наши корреспонденты решили выяснить, что происходит после того, как вся шумиха утихает. И отследили, чем заканчиваются громкие дела. Как в кино, эти кадры сделаны в мае прошлого года у здания Тернопольского горсовета. Вооруженные люди в масках, выломанные двери. Так проходила совместная спецоперация МВД и Генпрокуратуры по задержанию заместителя мэра Владимира Каминского. Чиновника тогда взяли с поличным прямо в рабочем кабинете. Загальная сумма неправомирной выгоды, удержанной по двум злочинам, складает понад 200 тысяч гривен. 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно столько грозило заместителю мэра. Если бы обвинительную статью взяточничества в процессе следствия не заменили на более мягкую злоупотребление влиянием. Вот суд и вынес приговор. Чиновника делался всего лишь штрафом в 25 тысяч гривен. И теперь чист перед законом. А несколько недель назад через суд восстановился в должности начальник франковского отдела полиции Львова полковник Виктор Уланов, которого в июне задержали при получении крупной взятки прямо в служебном кабинете. Багато справ очень сильно закрываются на стадии досудового следствия за отсутствие брака доказов. А те, которые доходят уже безусловно в зал суду, штучно затягиваются на определенный период времени. И когда где-то активисты, журналисты втрачают интерес к этих справ, срештою выносит какой-то справ, довольный вырок. Полковник милиции Вадимир Бандура проработал в органах более 30 лет. Теперь стал адвокатом. Говорит защитникам, сейчас почти ничего не приходится делать. Из-за непрофессионализма нынешних полицейских дела рассыпаются сами. Пока справа доходит до выроков суду, она рассыпается на части. А почему рассыпается? Потому что она слеплена и неграмотно сделана оперативным работником. Виходят такие выроки. Что штраф? Чтобы справа вообще не выносить виправдальный вырок, то делать с этой справой штраф. Большинство этих справ заходят в суд уже по угоду. То есть между подозрённым и стороной обвинения вкладывается какая-то угода. Людина вызнает свою вину, щирокается. И в замену стороной обвинения просит суд суворо не карать. Вот данные отчётности органов прокуратуры за прошлый год. В целом по Украине. По статье взяточничества зарегистрировано более 600 преступлений. По итогам года 350 дел закрыли. Они так и не дошли до суда. Яркий пример. На Прикарпатье за последние два года приговорили к лишению свободы всего одного взяточника. Даниил Снисор, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности. Телеканал Интер. И всё же, какие дары принимать можно? Нацагентство по предотвращению коррупции на своём сайте наглядно разъяснило, что под запретом. Итак, можно принять так называемый деловой подарок. Но не от подчинённого и нерегулярно. Стоимость не должна превышать минималку, то есть полторы тысячи гривен. Нет табу и на общедоступные скидки, премии и бонусы. А ещё подарки от родных. Но вот требовать и просить презенты для себя и близких, от юридических и физических лиц запрещено. Напомню, некоторые чиновники в своих декларациях указали, что в прошлом году им их прямо завалили подарками. Например, нардепу от Народного фронта Денису Дзердзенскому надарили аж на целых 35 миллионов гривен. Борьба за мантию. Скандально известный экс-судья Игорь Зварыч твёрдо решил вернуть себе судейское кресло. Каковы шансы судьи Калядникова восстановиться в должности? И что думают по этому поводу львовские активисты? Выясняли наши корреспонденты. Это фраза львовского судья Игоря Зварыча стала крылатой. Так он объяснял журналистам, откуда в его кабинете 100 тысяч долларов. Мол, накалядовал на ремонт помещения суда. Во время обысков в его доме нашли миллион долларов и 2 миллиона гривен. Судью взяточника осудили на 10 лет. В январе этого года он вышел на свободу по закону Савченко. С тех пор написал три книги. А с первым ноябрьским снегом вспомнил о грядущих праздниках и решил всё-таки накалядовать себе восстановление в должности главы административного апелляционного суда. А также компенсировать зарплату и моральный ущерб на сумму 250 тысяч гривен. С идеей вернуть себе судейскую мантию Зварыч не расстается с 2009 года. Ещё тогда подал иск, который три раза футболили из одного суда в другой. Из Львова в Киев, потом Чернигов и обратно во Львов. Бывшие коллеги Зварыча, львовские судьи, не захотели рассматривать иск и взяли самоотвод. Теперь дело готовится рассматривать в окружном административном суде. За тем, как продвигается дело, бдительно следят общественники и уже предупредили. Если вдруг Калятнику вернут право вершить правосудие, не стерпят. А вот в самом Львовском административном апелляционном суде, где Зварыч был председателем, ничего против возвращения бывшего начальника не имеют. Говорят, примут его обратно в коллектив. С момента выхода на свободу Зварыч пресс-конференции не давал. Видимо, не смог простить журналистам обидный смех. Сегодня общаться с нами тоже не захотел. Удалось дозвониться его сыну. Я могу ему сказать, что вы не интересуетесь, и будет его на это желание. Переболакает. Встреча, возможно, состоится уже в следующий понедельник. На этот день назначено слушание по иску Зварыча в Львовском окружном административном суде. Как нам удалось узнать, Игорь Зварыч планирует явиться журналистом. Что нового расскажет, узнаем совсем скоро. Ирина Исаченко, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В чем его обвиняют, узнаем от Юлии Мендель. В узком коридоре Басманова суда министр экономического развития Улюкаев появляется в сопровождении конвоя, но без наручников. На вопросы журналистов внимания старается не обращать. Вы признаете вину? Скажите, вы признаете? О задержании чиновника в Следственном комитете заявили в 2 часа ночи. Повод, якобы взятка в размере 2 миллионов долларов, которые он получил наличными. По данным следствия, Улюкаев потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в качестве благодарности за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти». Защита Улюкаева заявляет, что подзащитный виновным себя не признает. Случившееся считает провокацией. Показания следствию давать пока отказывается. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемого нет, правили в СИЗО из-за доступа гостайни. По месту работы чиновника прошли обыски. Перспективу уголовного дела Улюкаева отказываются обсуждать даже его адвокаты. Известно одно, чиновники такого ранга в России попадают под прицел правоохранителей нечасто. Последний запомнившийся случай министр обороны Сердюков. Впрочем, его от приговора и тюрьмы спасла амнистия. Юлия Мендель, подробности, телеканал Интер. Рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров возглавил президент США Барак Обама с зарплатой в 400 тысяч долларов в год. Второе место у премьера Канады Джастина Трюдо, который получает 260 тысяч. Третье у канцлера Германии Ангелы Меркель с зарплатой 234 тысячи долларов в год. Также в десятку вошли глава ЮАР Джейкоб Зума, премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Франсуа Алланд и замыкает топ-десятку премьер Италии Матео Ренци. Напомню, на минувшей неделе новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил о том, что отказывается от своей зарплаты и возьмет за свои услуги всего лишь доллар в год. И сегодня Барак Обама отправился с поездкой в Грецию. Это последний масштабный визит в его карьере, который завершится меньше, чем через два месяца передачей власти Трампу. О чем Обама сказал журналистам накануне отъезда и что он думает о своем преемнике Дмитрия Анопченко. Об этом подробнее он в Вашингтоне. Он обещает Греции помочь справиться с госдолгом, дает советы, как урегулировать проблему Кипра, говорит о геополитике, о НАТО. Визит американского президента организован и обставлен помпезно, но все понимают, то, что говорит сейчас Обама, вряд ли уже имеет серьезный вес. Поэтому и на пресс-конференции перед вылетом вот здесь, в Белом доме, журналисты вовсе не о подробностях этого греческого визита спрашивали. А задавали вопросы в основном о Дональде Трампе, ведь это впервые, когда действующий американский президент выходит к прессе после избрания нового. И еще не так давно на митингах в поддержку Хиллари он в чем только Трампа не обвинял. Но сейчас был сдержан и говорил о новом президенте максимально корректно. Отказался комментировать планируемые назначения, пообещал как можно более плавно передать власть и призвал долго и серьезно подумать, прежде чем начать выдворять из страны нелегалов. Есть те, у кого дети в школу ходят. Я призываю подумать, прежде чем эти дети начнут прятаться. Обама уверен, что передает страну в лучшем состоянии, чем принял ее у Буша. Пошутил, когда уходя оставит на полочке у двери ключи от государственной машины, она будет более исправна, чем 8 лет назад. Понятно, что на этой пресс-конференции Обаму спросили о протестах, которые не утихают сейчас в Америке. И вопрос для него очень деликатный, потому что с одной стороны это сторонники его собственной партии сейчас митингуют, а с другой команда Трампа постоянно обращается и к Хиллари, и к Обаме. И просит попросить людей уйти с улиц и продемонстрировать таким образом, что за протестами вовсе не демократы стоят, что они здесь ни при чем. Обама в ответ сказал, мол, суть не в протестах, под угрозой единства страны в целом. И дело теперь не за ним, а за новым президентом. Из-за особенностей этой кампании очень важно послать сейчас сигнал единства. Этническим группам, женщинам, всем остальным, кто обеспокоен ходом этой гонки. При этом Обама рассчитывает, что придя в Белый дом, Трамп во многом изменит свои взгляды и не будет столь категоричным, как в ходе избирательной кампании Обама признался журналистам. Белый дом очень сильно меняет людей. И оказавшись в овальном кабинете, ты испытываешь встряску, ты испытываешь перезагрузку своих воззрений. Изменит ли Белый дом Трампа? Увидим уже в январе. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Дональд Трамп и Владимир Путин впервые пообщались по телефону. И пришли к выводу, что российско-американские отношения в крайне неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, политики также обсудили кризис в Сирии и объединение усилий в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом. Тема Крыма и конфликта на Донбассе не поднималась, так утверждают в Москве. Четкую позицию в отношении санкций против России Трамп пока не озвучил, утверждают Песков. Разговор Путина и Трампа прокомментировал генеральный секретарь НАТО. Йенс Столтенберг прибыл на европейский саммит министров обороны, который прошел в Брюсселе. О чем еще говорили на этой встрече, узнаем у Софии Гордиенко. Во вступительном слове генсекретаря НАТО, который приехал утром ко дворцу Юстус Липсус, ни слова, ни полслова о новом американском президенте. Столтенберг сосредоточился исключительно на Европе. Я приветствую то, что после многих лет экономии Европа начала увеличивать расходы на оборону в качестве ответа на угрозу извне. Но без вопросов об Америке не обошлось. Вчера был разговор Трампа и Путина. Что можете сказать по этому поводу? Это нормально, что президент разговаривает с мировыми лидерами, включая главу России. Да и НАТО всегда была готова к диалогу с Россией. При этом мы считаем, что необходимо уважать территориальную целостность всех стран, включая Украину. Судя по атмосфере перед заседанием, ни Столтенберг, ни Федерико Магерини, верховный представитель ЕС особо не обеспокоены. Министры сосредоточились не на заокеанских новостях, а на ближних угрозах и собственных границах. Впервые за 6 лет решили увеличить расходы на агентство обороны и отчитались о тренинге ливийских пограничников, которые теперь должны будут возвращать обратно лодки с мигрантами. Тренинг проходит 79 человек на кораблях, задействованных в операции «София». Пока результаты отличные. Самый существенный вопрос для нас, украинцев, как теперь повлияет укрепление границ на предоставление безвизового режима? И сумеет ли выработать Европа процедуру его приостановления на случай новой угрозы? София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал «Интербрюссель». Европарламент готов к отмене визового режима для украинцев. Об этом заявил его глава Мартин Шульц в обращении к членам Европейской бизнес-ассоциации. Он уверен, что безвиз приведет к увеличению иностранных инвестиций в Украину. Ранее посол Польши в Украине сообщил, что безвизовый режим для Киева и Тбилиси будет введен с Нового года. Напомню, вопрос либерализации визового режима для Украины послы ЕС будут обсуждать 17 ноября. В Международном уголовном суде в Гааге ситуацию на территории Крыма и в Севастополе приравняли к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования суда. Служители Фемиды ссылаются на римский статут, согласно которому вооруженный конфликт становится международным, если одно государство хотя бы частично оккупировало территорию другого. В Германии запретили салафитское движение истинной религии. Это результат масштабной спецоперации против радикальных исламистов. Почему эта организация оказалась вне закона, расскажет Татьяна Лагунова. Спецоперация стартовала в половину седьмого утра. Полицейские начали рейды одновременно в десяти немецких землях. Обыскивали жилые дома, офисы, мечети, объекты, так или иначе связанные с радикальным салафистским движением «Истинная религия». Теперь эта организация в Германии запрещена. Запрет – это четкий сигнал. В нашем обществе нет места радикальным экстремистам, которые стремятся к насилию. Он поможет также защитить в Германии мирный ислам. Движение «Истинная религия» на слуху в Германии уже несколько лет. Оно стало известным после акции «Читай». Активисты бесплатно раздавали на улицах Коран и рассказывали, как его трактовать. В результате, по данным немецких спецслужб, более 140 молодых людей пополнили ряды террористической организации «ИГИЛ». Движение объединяло радикальных исламистов со всей Германии. Все это происходило в пешеходных зонах немецких городов. Там распространялись антиконституционная диалогия и теории заговора, которые радикализировали молодежь. Аресты полиция не проводила, но собираются допросить одного из лидеров движения, проповедника Ибрагима Набуна Джи. Во время обысков его не застали дома. Сейчас он находится в Малайзии. Подобные рейды в Германии, похоже, становятся обычным делом. За последние месяцы полиция провела уже несколько масштабных операций. Спецслужбы работают в двух направлениях, пытаются вычислить исламистов, которые вербуют молодежь в ряды ИГИЛ, и боевиков, которые могут готовить теракты на территории страны. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Тайны львовской ратуши. Кто и на что спустил десятки миллионов бюджетных гривен. Жизнь игра. Почему парламент не смог лишить мандата николаевского губернатора? И он по-прежнему на двух стульях. Страсти по Брекзиту. Что скрывает секретная переписка британского правительства? Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями Международного валютного фонда. Обсуждали, какие действия нужно предпринять для проведения структурных реформ в Украине и как улучшить экономические показатели нашей страны. Впрочем, в МВФ отметили, что украинская экономика все же растет. Для того, чтобы увидеть тот прогресс, которого мы совместно достигли, нужно вернуться назад и вспомнить, что мы видели в начале 2015 года. Мы вчера получили информацию за третий квартал 2016-го. Данные показывают рост экономики на 1,8%. В зоне АТО боевики обстреливали позиции военных в районе Мариуполя, возле Авдеевки и поселке Луганское на Дебальцевском направлении. Во второй половине дня возобновился обстрел под Попасной. Какая там ситуация сейчас, расскажет Геннадий Вивденко. Поселок Катериновка в Луганской области. Вот эта часть украинская, вот там дальше уже под оккупацией за этими холмами. Так называемая серая зона. Однако противник подходит прямо к вот этим вот домам и отсюда ведет огонь из гранатометов по украинским воинам. Бойцы отмечают враг, прибегают к военным хитростям. Ну, та зеленка, вот один бендаш и другий. Вони ночью переважно звитом за ГЕСом можут заселять, ДШК выплатить. А то и зеленка, они же заходят до нас в село, еще и спецбольники уже там кидают. Курів загоняют с той стороны и до нас. Їх там, около 4-5-6 человек. До этого пару дней назад по святествам военных, по позициям 24-й железной бригады били из крупного калибра. Савушки почали бити, потом савушки прекратили и через 5-6 хвилин здесь 3 пакета градов туда пришло. А потом уже минометы 82-120, это уже ближче тоже почали поселять. Ну, где-то година 4-4,5 без перестанки. Бойцы могут отвечать только сострелкового и только когда диверсанты противника подходят очень близко. Арта працювала, там, в районе, в 19-е година, там, 5-6 километров, и опасно, золотая. Устреляны пластичные минометы. Небога прикрывать не можем, международные люди там проживают, и только нас пострягаем. Боец железной бригады с позванным морпех называет ее куколкой, пока этот пулемет молчит. Уже закаленные в боях воины с утра наблюдают за противником. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканала Интер из Луганской области. В Николаеве напали на депутата горсовета от оппозиционного блока, а в Херсоне представители этой политсилы через день вызывают в СБУ. В обоих случаях оппозиционеры заявляют о давлении. Все подробности далее в нашем материале. Двое мужчин поджидали Ларису Веселовскую возле дома около восьми вечера. Женщина как раз припарковала машину и доставала сумки из багажника. В этот момент ее ударили сзади по голове. Веселовская упала, а когда уже находилась на земле, ее ударили еще несколько раз. Женщина закричала. Выскочили соседи, но нападавшие уже скрылись. Сотрясением Веселовскую доставили в больницу. Было выполнено рентгенобследование черепа, физикальное обследование, был выставлен диагноз, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей затылочной области. Веселовская говорит, из личных вещей ничего не пропало. В горсовете она представляет партию оппозиционный блок и нападение связывает с работой в избирательном округе. В сентябре этого года я подняла вопрос по поводу торговых точек живым пивом. Была создана комиссия и многие точки, которые работают незаконно, были оштрафованы. Суммы были достаточно высокие и я думаю, что это месть. О давлении говорят и оппозиционеры в Херсоне. Директора КП «Херсон Электротранс» уже не раз вызывали на допрос в СБУ. Выясняли детали, связанные с проведением тендера на закупку новых троллейбусов. В СБУ подозревают, их цена слишком завышена, поэтому заблокировали оплату по счетам. Егор Устинов уверен, все проблемы из-за политики. Я уже неоднократно получал и завуалированные намеки, и откровенные требования, чтобы наша фракция, наша политическая сила оставила в покое секретаря городского совета Усуленко. Но и тогда у нас будет все хорошо. На допрос в СБУ ходил и Артем Киановский. Он директор одной из школ города и по совместительству депутат горсовета от оппозиционного блока. Говорит, на прошлой неделе налоговая начала проверку использования бюджетных денег, выделенных на замену окон в школе. Впервые за мои 24 года и 9 месяцев работы для регулирования позиций депутатов используется потенциал спецслужб, службы безопасности Украины в Херсонской области. Чем закончится расследование этих дел, пока непонятно. А вот то, что депутаты и оппозиционеры будут голосовать за отставку секретаря горсовета, с которой связывает появление всех проблем, уже ясно. Вопрос этот должен быть вынесен на голосование на сессии 30 ноября. Анастасия Старовой, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер, Херсон. Обыски во Львовском горсовете. Утром в ратушу пришли сотрудники генеральной прокуратуры и полицейские. Следователи подозревают, что чиновники горсовета во главе с мэром нанесли городу ущерб на десятки миллионов. Давайте посмотрим. С самого утра в Львовской ратуши сотрудники генпрокуратуры и полицейские. Следователи искали оригиналы документов о продаже 23 гектаров городской земли под строительство индустриального парка Ресное-2. В мэрии уверяют, им опасаться нечего, поэтому сами передали результаты экспертиз и договоры прокурорам. Все документы, они принимались публично, они были опубликованы на сайте Минской Ради. Будь какая физическая или юридическая особа, или какие-то правоохранные органы, которые хотели с ними знакомиться, имели возможность знакомиться. Заинтересовала генпрокуратура цена участка. Нидерландской компании застройщиков в сентябре 2015-го земля обошлась в 52 миллиона гривен. То есть на 90 миллионов дешевле, чем по оценке экспертов. Против городских властей открыли уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. В строительство инвестор планировал вложить 80 миллионов евро. Комплекс на территории 100 тысяч квадратных метров должен был вместить около 30 производств, иностранных и местных компаний, автомобильной и авиапромышленности. Подобные проекты застройщик уже ввел в эксплуатацию в Чехии, Словакии, Румынии и Венгрии. Украина привлекла развитую инфраструктуру, и компании должны были создать более 3000 рабочих мест. Однако теперь проект завис в воздухе, как и карьера некоторых чиновников Львовского горсовета. Если вину докажут, им грозит до 6 лет за решеткой. В Генпрокуратуре говорят, что на анализ документов и новые экспертизы уйдет несколько месяцев. Наталья Савченко, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Алексей Савченко до сих пор и народный депутат, и губернатор Николаевской области. Верховная Рада дважды не смогла найти голоса, чтобы лишить его депутатских полномочий. Как сообщил нардеп от БПП Аркадий Карнацкий, по закону о госслужбе у губернаторов есть теперь до 6 месяцев испытательного срока. Савченко дали 3. Если он удержится в кресле главы области, тогда и будут голосовать за его увольнение из Рады. Савченко, между прочим, неплохо устроился. Сейчас он получает сразу 2 зарплаты, как нардеп и как глава области. Хотя человек он сам далеко не бедный. Согласно его декларации, доход за прошлый год составил почти 42 миллиона гривен. Кэша на руках 4 миллиона долларов и 100 тысяч евро. Впечатляющие суммы и на банковских счетах. А еще недвижимость, земельные участки, две агустические гитары и дорогие наручные часы. В свое время Савченко профессионально увлекался спортом и музыкой. Он записал несколько клипов и даже победил в конкурсе «Славянский базар». В Ривне прямо на улице неизвестные потеряли мешок с янтарем. Об этом в полицию сообщил прохожий, который обратил внимание на мужчин, грузивших в багажник автомобиля пластиковые пакеты. Машина уехала, а на тротуаре остался мешок, в котором оказалось почти 15 килограммов необработанного янтаря. Полиция открыла по факту уголовное производство и теперь разыскивает забывчивых то ли старателей, то ли перекупщиков солнечного камня. Дайте время, попросили ривненские коммунальщики и спустя три дня после начала снегопадов добрались до центра города, чтобы его расчистить. В каком состоянии улицы в спальных районах и исправляются ли травмпункты, знает Инна Белецкая. Первый снег, а коммунальщики в нем уже закопались. Третьи сутки работают, не покладая рук, по их словам. Возле гурсовета действительно чисто, но стоит отойти всего лишь на 10 метров и картина меняется. Валентина дежурная по травмпункту говорит, только сегодня, к концу дня, людей стало меньше. На скользких тротуарах удержаться сложно. Профессиональных конькобежцев в городе немного. Ростяги, вывихи. Но большинство – это переломы променевых кисток в типовом месте. Возвращайте, что выбывает людина процессдатного века со строя на 6-7 недель. Это в добром случае. Хватает и аварий. Вот фотографии с ДТП на улице Басовкутской. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и въехал в остановку. А вот и тот, кто несет ответственность за состояние дорог в городе в кабинете совещания. Говорят, четвертое за три дня. А составленный на него протоколе начальник дорожного управления знает. Штраф примерно 1020 гривен. У меня ставка, по-моему, 7 тысяч гривен. Ну, такая приблизительно. То есть, если 7 протоколей, то вы бы заработать не заработаете? Ну, я уже в позаминулом году всю зиму за так работал. Вот так за бесплатно трудятся дорожники. Техники не хватает и в случае снегопада хоть увольняйся. Мы выяснили, что в сентябре городское дорожно-эксплуатационное управление выиграло тендер на содержание дорог на 5 миллионов 700 тысяч гривен. Хотя главному дорожнику города точная сумма неизвестна. А сколько вам делали нарушение в церкви? В 16-м? Ну, я, наверное, так с 11-го не скажу, сколько конкретно. У нас еще певные заложки есть. Ну, я так думаю, что до конца года у нас приблизительно миллионов 2-2, 200 должно быть. Пока мы общались, в кабинете главного городского дорожника раздается звонок. На другом конце провода мэр дал указание отправить технику. Куда конкретно Виктор Климок предпочел не говорить. Дескать, нужно убрать где-то в центральной части. А вот улицы в спальных районах к вечеру превратились в каток. Видимо, запасов песка у дорожников значительно меньше, чем гипса у медиков в травмпункте. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны. В Киеве открылась уникальная школа программирования Unit Factory. IT-фабрика станет главным элементом инновационного парка, в котором разместятся и украинские, и зарубежные предприятия. Трехлетнее обучение для студентов будет бесплатным, при условии, что выпускники 3 года отработают в Украине. В первый набор по результатам онлайн-тестов попали 300 человек из 13 тысяч желающих. Система обучения в школе нетрадиционная. Без преподавателей, без расписания занятий, без конспектов и без оценок. Основная цель создать такую среду, такие условия, чтобы эти специалисты не уезжали за границу потом, а оставались у нас работать. А может быть еще лучше такие условия здесь создать, чтобы те, кто 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад уехал работать в Польшу, Германию и в Америку, потихонечку возвращались. Потому что это важно в экономическом плане как и для парка, так и для города, так и для страны в целом. От 5 до 10 тысяч военных вышли на протест в Брюсселе. Они выступают против повышения пенсионного возраста с нынешних 56 до 63 лет. Также митингующие недовольны возможным пересчетом пенсии, считая, что они будут уменьшены. Военную в Бельгии запрещено проводить забастовки, но разрешены манифестации в выходные дни. А сегодня в стране отмечают праздник короля. В последний раз военнослужащие выходили на протест в 2002 году. И второй день протеста в Молдове. Несколько сотен человек вышли на демонстрацию в Центр Кишинева против фальсификации выборов президента. Они требуют повторного голосования и отставки руководства Центризбиркома. Напомню, 13 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов. По результатам победу одержал социалист Игорь Дадон. Ни плана, ни денег, ни единства. Это о Брекзите. Журналистам в руки попал секретный документ, из которого ясно, что с воплощением Брекзита все не так просто. Что это за их файлы и почему министры все отрицают? Знает Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Лозунг «Всегда готов», видимо, незнаком людям, заседающим на Даунинг-стрит. Наоборот, они совершенно не справляются с домашними заданиями. Доказательство тому паника и несогласие, которое царит в этих стенах по поводу Брекзита. Журналисты подсмотрели содержимое докладной записки, где расписаны все противоречия между министрами. Министр финансов, например, хочет поддержать бизнес и выступает за мягкий сценарий. Остальные готовятся к худшему исходу и шоку для экономики. Согласно подсчетам, для Брекзита нужно запустить 500 проектов, нанять 30 тысяч новых сотрудников. И только согласование всего этого займет 6 месяцев. Дедлайну не успеть, да и крупный бизнес держит дуло пистолета у виска правительства. Это цитата из документа, от которого чиновники поспешили откреститься. Не зная, откуда он взялся, это явно не государственный отчет. Точно не официальный документ, который я видел. И нет доказательств, что он лежал на столе в комитете, который планирует Брекзит. Газеты, тем не менее, сенсацию выдали на первых полосах. Пока ночные типографии печатали материал, британский истеблишмент прибывал на роскошный ужин. Все согласно традициям и церемониалу. Почетная гостья на банкете у лорда мэра Лондона, глава правительства Тереза Мэй. Сегодня мы встречаемся в мире, который кардинально изменился. Четкое и ясное решение выйти из Европейского Союза. Новый президент США. Веет ветер перемен. И когда люди требуют перемен, задача политиков их обеспечить. Ее выступление встретили овациями. Но речь была длинная, время позднее и кое-кто задремал. А именно министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис. Мистер Дэвис, правда ли, что план правительства по Брекзиту сплошной хаос? Правда ли, что Кабмин разваливается? Проснуться придется не только Дэвису. С раннего утра министры уже на Даунинг-стрит 10 говорят, бумага написана экономическими консультантами и не является официальной докладной. Работы вал, сроки поджимают. Пообещали ведь народу, что до конца марта приведут в действие статью 50. Пора доказать это на практике. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Как в Японии справились с обвалом трассы? Что британцы делают с похудевшими шоколадками? И кому не смог дозвониться Дональд Трамп? Об этом и не только в нашем обзоре. Вызов от Трампа среди пропущенных. Глава правительства Новой Зеландии Джон Кэй пропустил телефонный звонок от новоизбранного президента США. Тогда он был страшно занят, решая вопросы устранения последствий землетрясения. Трамп хотел выразить свою поддержку стране, пострадавшей от стихийного бедствия. Кэй уже поговорил с премьерами Австралии и Нидерландов. А Дональда Трампа надеется еще услышать в ближайшие несколько дней. Снимая последствия землетрясения с вертолета в Новой Зеландии, журналисты нашли двух коров и теленка на клочке земли в пригороде Каи Коура. Этот город сильнее всех пострадал от землетрясения. Животным чудом удалось спасти, когда вокруг обвалилась почва. Выбраться им помог хозяин. Выкопал траншею, по которой коровы смогли сойти вниз. Животные очень измождены. Долгое время находились без воды и еды. Еще неделю назад на этом месте была огромная дыра. Сейчас же абсолютно ровная дорога. В японском городе Фукуока торжественно открыли участок шоссе, где 8 ноября из-за ремонтных работ образовался 15-метровый обвал. Понадобилось 48 часов, чтобы засыпать в яму 6000 кубических метров песка и цемента и проложить коммуникации. Еще столько же, чтобы восстановить дорожное покрытие и нарисовать разметку. Работы велись круглосуточно. Следить за ними можно было в режиме онлайн. Невиновен постановил суд присяжных после того, как мужчина отсидел 28 лет за решеткой. Американца Кларенса Мозес Эля обвинили в изнасиловании женщины, которой привиделось его лицо во сне. В 1988 году мужчину признали виновным. В основном из-за этих ее показаний. Ведь даже тест ДНК не подтвердил его вину. В 2013 году в совершении этого преступления признался совсем другой человек, имя которого тоже было среди показаний жертвы. Уже 60-летнего Мозес Эля выпустили на свободу. Мужчина заявил, что не держит обиду и просто хочет наслаждаться свободой. В Британии придумали новое назначение для любимых сладостей – таблерон. Батончики теперь используют в качестве подставки. Что только не ставят между шоколадных кубиков – гаджеты, диски, книги и даже тосты. В начале месяца производитель таблерон уменьшил вес и изменил дизайн классической плитки для британского рынка. Сладкоежки возмутились. Им не понравилось, что шоколадка потеряла привычный вид. Наш сайт подробностей.ua и информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok